Согласно изменениям, которые вступят в силу с нового года, должники, которые без уважительной причины своевременно не оплатили квитанции за административные правонарушения, будут лишаться возможности управлять транспортным средством. Однако нововведения коснутся не все категории задолжников. Эта норма законодательства будет работать по требованиям, по алиментным обязательствам, по требованиям в части морального взыскания вреда, в части причинения вреда здоровью, причинения ущерба, связанного с преступлением, административных штрафов, если сумма накапливается по административным штрафам значительно. А именно, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Согласно закону, существует ряд случаев, при которых лишить задолжника водительских прав будет нельзя. Если это лишает должника основного источника заработка. Если использование транспортного средства для должника и проживающего с ним членом его семьи является единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности. И если должник является инвалидом и пользуется автотранспортным средством, ему это необходимо, он пользуется в связи с инвалидностью. Также это отнесется и к тем должникам, у которых на иждивении находится инвалид первой или второй группы. Безусловно, все это придется доказать документально. Когда такие постановления будут поступать в ГИБДД, то это постановление будет работать очень жестко. И, соответственно, мне хотелось бы, чтобы все должники, которые знают о своих судебных решениях, знают о штрафах спецуполномоченных органов, в том числе о штрафах Центра видеофиксации, и перед Новым годом погасить, чтобы не было таких вот, как я уже выразилась, процессуальных неприятностей. По словам Екатерины Солохненко, такие строгие санкции в нашей стране необходимы, ведь ввод изменений в законодательство связан с массовой неуплатой задолженностей. По данным Люберецкой службы приставов, только штрафов автовладельцев в нашем муниципалитете насчитывается около 115 тысяч.